Выпуск Урала модели М62 стартовал в 1961 году на Ирбитском мотозаводе. Мотоцикл М62 является модернизированной моделью М61 и отличается от него конструкцией и силовой передачи, ходовой части и приборами системы зажигания. Если говорить более подробно о технической части, то Урал М62 получил четырехтактный двигатель мощностью 28 лошадиных сил. Расход топлива составлял 8 литров на каждые 100 километров. Охлаждение двигателя осуществлялось за счет воздушного потока, возникающего по ходу движения. Цилиндры двигателя изготавливались литьем из высоколигированного чугуна, правый и левый цилиндры были полностью взаимозаменяемыми. Коробку передач унифицировали с Киевского мотоциклетного завода. Это была четырехступенчатая коробка с механическим переключением скоростей. В связи с увеличившейся мощностью двигатель М62 получил поршни усиленной конструкции. Каждый поршень имел четыре поршневых кольца, два компрессионных и два маслосъемных. Специально для этой модели была разработана новая выхлопная система, которая производила в ходе работы мало шума. Глушитель сокращал число вибраций на корпус мотоцикла. Мотоцикл оснастили широкопрофильной резиной, благодаря чему улучшилась проходимость. Мотоцикл поставлялся в комплекте с боковой коляской. Эта коляска была одноместной и оснащалась багажным отделением, размещенным за спинкой сидения. Крепилась коляска к раме мотоцикла при помощи цианговых шарниров и растяжек в четырех точках. Грузоподъемность Урала составила 255 килограммов. В советские годы тяжелые мотоциклы без коляски использовать было нельзя. Все-таки, эти мотоциклы были довольно тяжелыми в управлении. На это имели право только сотрудники милиции. К тому же без коляски мотоцикл был способен догнать, и даже перегнать любой автомобиль того времени. Немаловажным фактом является еще то, что аппарат был весьма неприхотлив в обслуживании и надежен в работе. Производство Урал М62 было завершено в 1965 году. На смену ему пришел новый Урал М63. На сегодняшний день мотоциклы Урал М62 стали достаточно редкой машиной, хотя еще можно найти образцы почти в оригинальном состоянии. Такие мотоциклы охотно приобретают любители старой мототехники, как для восстановления в полностью оригинальном виде, так и для создания на их базе ретро-байков. А вам приходилось ездить на данной технике, напишите о своих впечатлениях в комментариях.